Мы строили Республику и веру Духовность поднимали в высоту И вы всегда во многом были первы Борясь за нашу каждую мечту Открыв дорогу красоте и силе Давая пищу, духу и уму Вы нас семью единую сплотили И знаем мы, грядущим потому Останетесь вы в ярком ореоле Своих проблем, светений и побед Михаил Ефимович Николаев Первый президент Республики Саха Якутия Люди помнят и чтят его имя Настоящего патриота России Достойнейшего сына народа Саха Который протарил своим трудом и знаниями Огромный путь развития Он без сомнения является политиком Международного масштаба Об этом говорит его великое наследие Его масштабные дела во благо Родной республики и страны Его непререкаемый авторитет признают Политики, ученые, писатели, врачи И государственные деятели Мирового уровня Для них работать с ним было Огромное удовольствие И большая честь Руководил таким замечательным регионом, как Якутия Люди включались всей душой В исполнение того, что желает президент Он очень умел слушать и слышать Он всегда был внимателен к людям Эта аура, она его сохранилась Он человек был крайне разносторонний Это, кстати, много говорит о его масштабе личности Он часто уделял внимание творческим людям, писателям Сказать коротко об этом человеке Просто невозможно Некоторые теряются от масштаба проблем Которые на них надвигаются От новых идей, от новых мыслей Но наиболее прозорливые Наиболее дальновидные Заботящиеся о своем народе Имеющие волю для того, чтобы найти Пути решения вопросов Развития в новых условиях Конечно же, являются лидерами перемен Они используют любые возможности Чтобы принести пользу своему народу С 1990 по 2001 годы В истории республики по масштабу И глубине произошедших перемен Объему и качеству проделанной созидательной работы Укреплению основ государственности По выбору стратегии развития республики Не сравним ни с каким предыдущим периодом Это время вошло в историю Якутии Как время радикального обновления строительства Строительства новой демократической Якутии Укрепление статуса республики Как одного из стабильных и динамично развивающихся Субъектов Российской Федерации Его авторитет Высокие доверительные отношения с Центром Дало возможность издания целого ряда указов Президента Российской Федерации И постановлений правительства Российской Федерации Многих договоров, соглашений Повлиявших на исторический путь развития региона Якутия дальневосточная, загадочная, очень интересная республика Тем более там происходит Вот они начали происходить Начало положил Михаил Ефимович Изменениям Но они колоссальные, конечно И смотреть, и радоваться Просто удовольствие И он не только заботился, но он очень много работал У Михаила Ефимовича была какая-то железная государственная хватка Я ни разу не видел его растерянным Напуганным Расстроенным Всегда приходишь В кабинет Сидит Михаил Ефимович Надо отдать должное Среди всех сенаторов Не хочу никого обидеть В том числе и себя Но настолько всегда строгий Отутюженный Выглаженный Прическа, волосик, волосик Ну, знаете Вот этот человек, который умеет Себя подать И который показывает, как надо В республике было уделено пристальное внимание Всем секторам социально-экономического развития В сфере здравоохранения, образования, науки, сельского хозяйства, спорта, промышленности и строительства Человек, его здоровье, ум и талант стали основой государственной политики Которая была сформирована на идее народосбережения Первый указ президента был направлен на первоочередные меры по совершенствованию здравоохранения республики Разработана впервые в стране доктрина ЗОЖ За очень короткий срок обеспечена доступность и улучшилось качество медицинского обслуживания Была существенно укреплена материально-техническая база медицинской отрасли Большое внимание уделялось подготовке кадров, внедрению высоких технологий и телемедицины По личной инициативе президента в Якутию приехали светила отечественной медицины Академики Лео Бакеря и Юрий Шевченко Очень авторитетный был человек Я преклоняюсь перед его мудростью, как он себя вел Он, конечно, это политическая должность Но он при этом оставался человеком Настоящим человеком Попросил о том, что вот надо в Якутии кардиохирургию все-таки развить Такая важная специальность, востребованная Врожденные пороки, приобретенные ревматические пороки Ишемическая болезнь Люди едут куда-то в Москву, в Петербург, в Киев на операции В Прибалтийские республики Очень трудно организовать такую помощь Я говорю, без проблем Давайте мне в Академию, ко мне на кафедру А я одновременно заведовал кафедрой сердечно-сосудистой хирургии Группу мы обучим Вы к этому времени подготовите базу И откроем кардиохирургию Начали оперировать Я прооперировал с Якутианами трех больных Потом они сами уже оперировали Я не заметил Потому что его здесь был сосредоточен в операции Михаил Ефимович Все операции простоял у меня за спиной В день своего рождения, между прочим Надо сказать, что Михаил Ефимович Тогда вот Проявил И не только тогда, в тот момент Вообще он оказался очень заботливым Президентом Хозяином вот Этого сложного региона Он настолько нам, вот врачам был близок По своему Менталитету Духовности При нем выросло поколение Очень интеллектуальных якутян И я уверен, что память Будет долгой Долгой И Будет написана Книга о нем И обязательно будет глубоко прочитана Последующими поколениями Достойный первый президент республики В Саха-Якутии Достойнейший Народу Якутии в то время повезло Кроме целенаправленной подготовки местных кадров В ведущих вузах страны и зарубежья Он в первую очередь начал системную работу По интеграции образования Высшей науки и реального сектора С привлечением высших умов Высококвалифицированных специалистов Мирового уровня Михаил Николаев тесно дружил и лично работал С выдающимися учеными современности Академиками Юрием Осиповым Виктором Садовничем Лауреатом Нобелевской премии Жаресом Альферовым Василием Жуковым И многими другими яркими представителями Российской науки и образования По его приглашению Они лично приезжали в Якутию Был приглашен на очень интересное мероприятие Выдающееся С которого я начал обращать как раз внимание На деятельность президента Первого президента Якутии В области образования Еще будучи ректором Это было мероприятие Связанное с открытием нового корпуса Якутского госуниверситета Вы тогда построили в тяжелейшее время Перед почти дефолтом масштабах страны В условиях нехватки денег На зарплаты учителям И так далее И вдруг Вдруг Я оказался на этом Вот празднике науки Открытие лабораторного корпуса Якутского госуниверситета И там были Садовничий Виктор Антонович Ректор МГУ Там был президент Академии наук Юрий Сергеевич Осипов Тоже был Строил это Подчеркиваю Югославская фирма Братья Каразичи Строили тогда Вот это здание Поэтому Уровень был европейский На высоком европейском уровне Тогда для нас было непривычно Тем более Вот для Якутии Это раз Но нас удивило то Что в это тяжелое время Президент решил найти деньги На развитие Почти фундаментальной науки Почему и приехал президент Академии наук Осип Юрий Сергеевич И думая о науке Даже в то время Вот я так Неожиданно тогда С ним познакомился Именно хочу подчеркнуть Что в Якутии Я был шесть раз Когда был министром Я честно говоря Не могу вспомнить Ни один другой Субъект федерации Ну кроме Московской области Где я был бы Вот шесть раз Не могу вспомнить Что я там Точно был шесть раз Но в Якутии Я был шесть раз И именно это связано с тем Что с одной стороны Я хотел узнать Некоторые Те новации Которые вдруг Появлялись у вас Чтобы пропагандировать На другие республики На другие субъекты федерации А с другой стороны Не просто узнать Пропагандировать А как это делается Как это лучше сделать И я потом Другим говорил Что вот такая Такая республика То-то, то-то сделала Так-то реализовала Он стал вводить Подчеркиваю Повышение квалификации учителей Мы знали Мы знали Что надо разработать По вашей заявке Для преподавания В электронном виде На компьютерах Разработать надо было Электронные образовательные продукты По физике По химии По биологии Лабораторные работы Это все надо было делать Но вы начинали это первыми А потом Подчеркиваю Президент Российской Федерации Распространил это На всю страну Заставив нас Слово прямое Заставив нас Заниматься Компьютеризацией Сельских школ По всей стране И эта программа Уже и на федеральном уровне Была лично На контроле Президента Путина Будучи заместителем Председателя Совета Федерации Михаил Юфимович Николаев Курировал целый сектор направлений Пройдут еще годы Чтобы достаточно широко И масштабно Оценить его вклад В развитие страны Его политическую И экономическую дальновидность Я помню его Как человека очень цельного Знающего себе цену У человека за плечами Очень большой жизненный опыт Но он Очень умел Слушать И слышать Он всегда был Внимателен к людям К своим коллегам Членам Совета Федерации И я помню Что к нему Очень уважительное Отношение было Он такой Неторопливый Вот такой Сибиряк И все Всегда понимали Что Он взвешивает Каждое слово И если он сказал Он отвечает За эти свои слова Поэтому Это человек Еще раз подчеркну Цельный Настоящий государственник И человек Очень целеустремленный И в этой связи Конечно Роль Михаила Юфимовича Николаева Была очень велика Как человека опытного Который Был первым Президентом Республики Саха-Якутия Человек Который Знал Как функционирует Исполнительная Ведь власти А самое главное Очень хорошо понимал Какими последствиями Будут Являться Принимаемые законы Для людей Для жителей Нашей великой России И в том числе Конечно Республики Саха-Якутия Он Никогда Не разделял Интересы своей республики Интересы России Ведь именно он Когда был еще Президентом Республики Саха-Якутия Первым предложил Заключать договор О распределении полномочий Между федеральным центром И республикой И он Никогда Не сомневался В том Что Будущее Республики Саха-Якутия Только в составе Великой России И он на этом Наставил Это было его Человеческое Политическое Кредо Михаил Ефимович Николаев Активно Начал развивать Международные связи Республики Сделал весомый Вклад в формирование Внешней политики Российской Федерации Он основал В 1992 году Министерство По внешним связям Был одним из Основателей Международной Неправительственной Организации Северных регионов Северный форум А также Ряда других Международных Проектов Связанных С развитием Северных территорий Не только России Но и мира Михаил Ефимович Не раз Представлял Россию В иностранных Государствах О его Высоком Международном Авторитете Свидетельствуют Личные встречи И переговоры С мировыми Лидерами Проекты Якутии Получили широкое Признание И позволили Ярко заявить О Северном крае Всему миру Люди с мышлением С государственным Мышлением Такие как Михаил Ефимович Вот Они понимали Что чем богаче Чем лучше Чем самостоятельнее Чем более Развитой будет Наша страна Россия Тем лучше Жить Будет Каждый регион Вот это и есть Государственное Мышление Государственное Мышление Вот мы с ним Так При встрече Всегда Раскланивались При встрече Всегда У нас были Общие разговоры Какие решения Нужно принять По сельскому Хозяйству В целом страны Какие отрасли Поддержать Вот внешне Он всегда был Невозмутим Невозмутим Но я же видел Что это Вот там Внутри У него все Клокочет Клокочет И это его Одно из главных Качеств И Настоящий руководитель Это и отличает Что Любое решение Которое он Принимает Он принимает Его Через Сердце Через душу В то время В стране Только два Руководителя Республик Ввели Шахматный Всеобуч Во всех Школах Своей Территории Одним Из них Был Михаил Ефимович Николаев По его Инициативе Шахматное Образование Стало Внедряться Не только В школы Но и В дошкольные Учреждения Среди Школьников Стала проводиться Шахматная Олимпиада Активно Развивался Проект Шахматы Детям По приглашению Первого Президента В республику Впервые Прибыл Грессмейстер Анатолий Карпов Впоследствии Здесь Был открыт Центр Его имени Михаил Николаев Был убежден В интеллектуальном Развитии Детей Основа Будущего Нации По его Приглашению Несколько раз Бывало И в Якутии И в лице Лесная Быль Вот это вот Головский Улуз Да Физико-математический И в самом Якутске И там еще где-то В общем Раз в пять Там был Наверное И не только я Я приглашал Своих друзей И тех Кто На этих Встречах Может Пользу оказать То есть Я привозил Своего ученика Грессмейстера Калинина Он читал лекции Рекомендовал Методиста Очень известного Сухина Игоря Георгиевича Который Тоже там читал лекции Проводил занятия Так что у нас Полноценные Были контакты И в первую очередь В образовательном Направлении И шахматы Это как один из инструментов Он использовал И учитывал И вот Лет десять назад Он говорил о том Что нужно Готовить учителей По шахматам В школах Якутии Он создал Целую систему Вообще Я считаю Что он Раздоначальник Шахматного движения В Якутии Потому что Только он И до него Кирсан Николаевич Лемжинов Председатель Руководитель Калмыкии Два руководителя Территорий Которые Издали указ На государственном уровне О введении Шахмат в школах Вот это все Михаил Ефимович Как раз он дал Импульс Для развития Его нужно Не только реализовать Он реализуется Потому что Сейчас Дети Азии То что он придумал Это огромный фестиваль Конгрессы Которые проходят В Якутии И непосредственно В физико-математическом лицее Тогда там Проходил первый конгресс Я кстати Из этого Лицея Двух мальчиков Пригласил В Москву По-моему Пятый класс Или четвертый Спортивный интернат Какое-то время Одного Васю звали Я помню Какое-то время Они учились Более того Михаил Ефимович Однажды придя В РГСУ Спросил ректора Вы можете Моих студентов Пригласить На кафедру шахмат Бесплатно Естественно Мы пригласили Четыре студента Из Якутска Приехали То что Михаил Ефимович Дал импульс Развитию шахмат В Якутии Это однозначно Я думаю Что в Республике Саха-Якутия Конечно Появится Первый Гроссмейстер Это нужно Это вопрос времени Но важнее Чтобы там Наладилась система Обучения шахмат В начальных школах И тогда Будет рассвет Ведущие эксперты Страны Признают его Глубочайшие Практические знания В экономике В финансовых расчетах При этом Каждое экономическое решение Всегда было связано С расчетом На благополучие И достаток граждан Он Человек был Крайне разносторонний Как мы знаем Занимался одновременно Очень разными темами Но это Кстати Много говорит О его масштабе личности Потому что Он не был сфокусирован На чем-то одном Его интересовало все Что так или иначе Было направлено На человека На повышение Качества жизни На то Чтобы Помочь Вот Слово Простым людям В этом смысле Очень правильно Потому что Он всегда думал О народе Всегда думал О тех Кто каждый день Трудится Что-то делает Для того чтобы Страна жила богаче И люди жили лучше К счастью В том числе И для меня Я очень многому У него научился И очень благодарен Михаилу Фимовичу За наше общение Сфера нашего разговора Диалога Она стала расширяться Постепенно Я видел Что его интересуют Проблемы малого бизнеса Проблемы людей Которые фермеры Те кто пытаются Выстроить свое хозяйство Да Он очень заинтересовался Идеей микрокредитования Для малого бизнеса А основоположник Микрокредитования Наверное вы знаете Нобелевский лауреат Премии мира Мухаммад Юнус Монтладежский бантир Да Он На самом деле Большой друг России И много раз Приезжал к нам Мы организовывали его встречи С разными Интересными людьми И в том числе Познакомили его С Михаилом Фимовичем И у них сложились Я бы сказал Практически дружеские отношения Как-то они увидели Друг в друге Одинаковое начало Потому что Юнус Тоже очень сильно Сконцентрирован На проблемах Людей На помощи им На том Чтобы дать им импульс Возможность Развиваться Да И он был человеком Который постоянно Стремился к саморазвитию Вот каждый раз Когда я с ним встречался А мы последние годы Довольно много общались Хотелось бы больше Но Тем не менее Как получилось Каждый раз Он с какой-то новой идеей Обязательно Или несколькими Про них рассказывал Он был очень увлечен всегда Хотя Знаете Я смотрел и вспоминал Кто-то из великих Сказал Не помню правда кто Не буду врать Что есть 20-летние старики А есть 80-летние юноши Которые Вечно с горящими глазами Вечно Стремятся вперед И Вот Мне кажется Это про Михаил Фимович Он всегда был юн Вот сколько бы мне было лет Он всегда был Абсолютно юн душой И Это очень хорошо Его определяло О заслугах Михаила Николаева Можно говорить долго Ему выпала непростая роль Возглавить республику В один из самых драматических периодов В годы развала Советского Союза И становления нового российского государства В годы тяжелого экономического кризиса И начала важнейших реформ Несмотря на объективные трудности переходного периода Михаил Ефимович Николаев Не только приложил все усилия на экономическую стабильность Но и глубоко зрел в корень развития нации На духовное развитие Во время его президентства Произошел небывалый подъем национального самосознания Развитие культуры Возрождение имен Создана Академия Духовности Развились все спектры высокого искусства Для меня судьбоносный момент был Тоже якутяне хорошо, наверное, знают мою пьесу Созвездие Марии Которая уже 12 лет идет И до сих пор идет Но вот когда я только начал работать над этой темой Вдруг в один прекрасный момент А я был еще не редактором газеты Якутии Я был просто, наверное, или зав. отделом культуры Или даже рядовым журналистом Раздается звонок от Михаила Ефимовича Президента, значит, да Там забегали все в редакции Федоров, у тебя президент к телефону Да, я подхожу, он говорит Вот я знаю, что ты работаешь над темой Прончичевых Я через два часа лечу туда на раскопки Где вот там, значит, их могилу вскрыли И определяли, а не они, а не они Там много было споров всего И Михаила Ефимовича пригласили Это Шпаро, знаменитый Дмитрий Шпаро Проводил экспедицию на закрытии И вот он именно позвонил мне, понимаете Потом в этом вертолете, куда мы летели Был Михаил Ефимович, был владыка Герман О котором он тоже подумал, что там нужно провести потом службу Да, значит, успокоить эти останки Которые будут потревожены Был руководитель его администрации И был я Вот, всего-навсего там Начинающий писатель, драматург Да, но вот он вспомнил об этом И поэтому, вот, конечно Я по-особому всегда относился И, конечно, для меня это было большим толчком И тогда же мы стояли, когда на этой могиле Прончичевых Он говорит, вот, пиши книгу или пьесу пиши Я говорю, Михаил Ефимович, за сейчас такие времена Написать-то можно Но кто ее напечатает Это были 90-е годы такие сложные Вот, он сказал, главное ты напиши А напечатать или поставить мы это сделаем Я по-особому к нему отношусь И поэтому даже вот сейчас, когда ко мне обратились Из издательства Бичик С просьбой написать Да, художественную книгу о нем Небольшую, но понятно, что Большую, если взять всю его биографию То надо писать огромный художественный роман Да, а у них, значит, они хотят Чтобы это вышло достаточно быстро Чтобы это был небольшой объем Поэтому мы решили, что это будет его детство и молодость И вот получается, что я, конечно, сказал сразу да Потому что вот мое особое отношение к Михаилу Ефимовичу Конечно, тут сразу сыграло И я подумал, что да, это мой долг Будучи сенатором, Михаил Ефимович Николаев Выступал с законодательными инициативами И предложениями по формированию пакета Нормативно-правовых актов по северным территориям Социальным вопросам, в том числе по семейной политике Демографии по вопросам недропользования В качестве депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Шестого созыва Михаил Николаев был членом Комитета Государственной Думы По региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Михаил Николаев выступил инициатором множества законопроектов страны Именно Михаил Николаев стоял у истоков создания Национального общественного комитета «Российская семья» Международного конгресса «Российская семья» Уникальность Михаила Ефимовича Николаева В том, что он всю свою сознательную жизнь Был лидером первопроходцев Многие идеи и проекты Якутии Получили государственное развитие на федеральном уровне В республике первыми были учреждены Год семьи, год молодежи, год образования Годы детства и детского спорта Год Арктики Для привлечения внимания общественности к важным вопросам В 90-е годы в Якутии была разработана концепция народосбережения Построены уникальные объекты по самым современным технологиям Внедрены инновации мирового уровня Он видел будущее на много лет вперед У него было желание каждый раз встречаться с новыми и новыми людьми Почему? Потому что он всегда искал источники Которые бы давали ему для размышления идеи Или он эти идеи свои высказывал С тем, чтобы проверить на людях Которые бы принимали их или не принимали Или подсказывали эту идею так просмотреть или иначе Вот в этом плане мы Я в частности и мои товарищи по секретариату Мы постоянно искали-искали новых-новых-новых-новых людей Я уверен, что не будь Михаил Ефимович И не будь такой его настойчивости Желания вот это все провести Обеспечить, организовать Ничего бы не получилось Произошло И мы добились, провели И очень рады Рады были люди, которые почувствовали заботу о себе И я понимаю, что население желает знать И должно знать, что Михаил Ефимович Это государственный деятель Это человек, который думал И о России И о республике И о каждом человеке И большинство того, чего сегодня вы добились Это достижение, которое обеспечивал Михаил Ефимович Николаев Своей неутомимой, откровенной сыновьей деятельностью Родился на наше счастье Говорят о нем с благодарностью потомки Именно Михаил Ефимович Николаев Невзирая на все преграды Осуществил давнюю мечту своего народа Жить благополучно, счастливо В экономически, духовно, интеллектуально развитой республике Где главным достоянием и ориентиром государственной власти Был и остается человек Современная Якутия чтит великое наследие первого президента Развивая его масштабные дела Во благо родной республики и страны Пусть после вас останутся сиять Духовный храм и светлый храм науки Лицом к лицу лица не увидать Зато его увидят наши внуки Пусть время дальше по орбите мчится Но мы его задержим на момент Чтобы от нас, от всех Вам поклониться Наш первый всенародный президент Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин